Закон об изменении избирательной системы, вызвавший многочисленные споры не только в нашей стране, но и за рубежом, будет принят до конца этой парламентской сессии. Такое заявление сделал председатель фракции ДПМ в парламенте Мариан Лупо. В ближайшее время не исключено, что до окончания нынешней сессии парламента этот закон будет рассмотрен и будет принят во втором чтении. Не исключаю, что это принятие может быть чуть позже, но не оспорим тот факт, что закон будет проголосован во втором чтении. Не будем терять время, но скажу, что я знаю, что общество этого хочет. И есть одна очень важная причина, помимо того, что я лично абсолютно уверен, что эта система дает новые возможности, дает какие-то новые перспективы. Она интересна, но она интересна людям. Это мой личный опыт общения с молдаванами на всех встречах, которые я имел в течение многих лет. Поэтому, если сейчас сдать назад, вы можете себе только представить, какой будет политический удар по демпартии. То есть мы тут потеряем вообще все позиции. Говоря о рекомендациях Венецианской комиссии, вице-председатель ДПМ сказал, что молдавские парламентарии не первый раз обращаются в комиссию за юридической оценкой, но впервые столкнулись с тем, что законопроект получил не только юридическую консультацию, но и политические заключения. У нас, помимо этого закона, таких заключений мы запрашивали десятки, если не сотни. Никогда не было прецедента, чтобы Венецианская комиссия говорила, а вот это мы не рекомендуем вам вообще делать. У Венецианской комиссии по своему статусу и уставным документам нет функции политического судья. Можно или нет. У Венецианской комиссии по статусу есть одна функция – давать юридическое заключение, что вот здесь, ребята, внимательно, потому что у вас такие механизмы, что идея может не сработать и дать обратные результаты. На этот раз Венецианская комиссия, я скажу откровенно, нечего скрывать, под давлением, достаточно сильным политическим давлением определенных политических сил на европейском уровне, чего, кстати, не должно было быть, но политика есть политика везде и всюду, позволила себе выйти за рамки своего статуса и дать политические заключения. При этом, при всем, если мы с вами просмотрим даже заявление председателя Венецианской комиссии Джонни Букики, он откровенно об этом говорил и сожалел. Ну что делать? Мир таков, все структуры таковы.